Мы должны сейчас очень внимательно наблюдать за временами и сроками, не знать, а наблюдать. Потому что Иисус сказал, что мы должны глядеть на нивы, которые уже пожелтели, да? Глядеть на небо и знать о знамениях, которые Господь являет нам для того, чтобы мы понимали, что происходит в жизни. Ну а в духовном плане, так тем более, вы должны знать, что происходит. И вы знаете, очень просто сейчас уйти во всякого рода заблуждение, потому что мы живем в очень непонятное время. Сейчас каждый выходит и трактует разного рода события, которые происходят, как знамения последнего времени, да? Ну мы с вами уже говорили о том, что последнее время уже наблюдают люди, сколько? Две тысячи лет последних, да? Ну в апостолы верили, что никто из них не умрет до тех пор, пока Иисус не придет. Но вот как бы так получается, что он медлит. В одном из постулатов основы иудейской веры написано, что мы верим в пришествие Мессии. И даже если он задерживается, мы все равно будем ожидать его со страхом и трепетом. Но мы знаем, что наш Мессия не задерживается, он уже был, он уже все исполнил, все завершил. И сейчас только ожидается исполнение медлитских пророчий. И как нам быть в этом плане? Вот что делать? Вести себя как, чтобы понимать, что последнее время, что не последнее время? Что можно относить к знамениям в последнее время и что нельзя? Ведь если мы с вами представим, что мы живем в каком-то доме, вот мы все одна семья, представим себе, да? Вот реально, не видимся раз в неделю, или там еще два раза в неделю на домашке, а как будто мы живем все в одном доме. Представляете себе? Не представляете? Тяжело, да? Большой дом. Тяжело. А если это большой дом, не маленькая квартирка, трехкомнатная, а большой дом такой, дворец. У каждого свой этаж. Ну, этаж можно, ладно. У каждого свой этаж. И кто-то же должен был этот дом построить, правильно? В этом доме жили бы люди разные, и все эти люди, они как бы вот их спросили, вы кто? Как бы они отвечали, как бы мы отвечали, вы кто, мы чьи? Чьи? Христовые дети. Христовые дети, да? У Христа нет детей. Христа есть только братья. Братья и сестры. Да, братья и сестры. Но мы знаем, что Иисус, Он, Рестворение Бога на земле, и вы имеете в силоведческом увеличении, и мы знаем, что Бог вложил в него все свои качества, и мы об этом сегодня будем говорить. Так вот, мы все говорили бы, ну, что мы дети кого-то, да? Извентяне говорят, мы дети Якова, Ицхака и Авраама, да? Бог, Он тоже, Бог Авраама, Ицхака и Якова. Есть какая-то последовательность, да? И вот как называют вот этих вот троих мужей, Абраама, Ицхака и Якова, как их называют еще по-другому? Патриархи их называют, да? Патриархи это праотец. По-русски говоря, да? Праотец. И все мы как бы находимся сейчас в их доме, ну, грубо говоря, в их доме, да, земном. Они этот дом построили, ну, в частности, вот, Израиль. Они его основали. Мы сейчас находимся здесь. Но наше гражданство, как мы знаем, невеста. Все помнят, да? Наши гражданство невеста, и мы должны вести себя достойно своему невестному гражданству. И вот сегодня как раз я хотел поговорить с вами о том, почему Бог называется Бог-Отец. Почему не Бог-Мать? Смешно, да? Нет. А почему Бог-Отец? Вот почему именно Отец? Почему не Мать? Почему вот Бога нам с первых дней Библии представляют как личность мужского рода? Как вы считаете? В счет преимущества небольшой церкви. Можно пообщаться. Представляете, если ты сейчас сидел в зал на три тысячи человек, как бы пообщались? Как вы считаете? Почему так заведено? Вот мы знаем, что некоторые есть инсинуации на ту тему, что может быть все-таки Бог-Он женщина. Никто же Бога не видел никогда. Так же в Писании написано, Бога не видел никто и никогда. Может, Он все-таки женского рода? Может быть. Ну давайте смотреть. Если Он творец, то мужского рода. Если Творец, то мужского рода. То есть женщина творить не может. Женщина может только вытворять. Это мужское, четко, чисто, мужское, мужское рода. Ну да, мне сказали, если Творец, значит женщина. Женщина творить не может. Обеспечитель. Да, то есть обеспечивает мужчина, творит мужчина, за все отвечает тоже мужчина. То есть согрешила Ева, а грехопадение чье? Адам. Адам. Он перевел на нее стрел. Там каждый пытался перевести, бедному змею досталось, ему не на кого было. На дерево разве что только перевести. Но дерево предмет неодушевленный, поэтому. Знаете, Бог изначально, вот с первых дней, с первых букв Библии, говорит нам о том, что Он все-таки личность мужского рода. Особенно, когда мы читаем на языке оригинала. Вы знаете, что оригинал Библии все-таки был древний еврит. Не тот еврит, на котором мы сейчас читаем, не Масалецкий, а именно древний еврит. И Он в своей сущности не отличался от современного тем, что и там, и в современном еврите написано, что Бог сотворил небо и землю. То есть не сотворила, а сотворил. А Дух Божий носилась, в оригинальной написании, над водой. И вот хотел бы сегодня заострить ваше внимание, что когда мы с вами читаем книгу Бытия, первую главу, там написано. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему сотворим его. Да? Нашему это чьему? То есть с кем разговаривал, собственно говоря, Бог, да? То есть понятное дело, что у них семья, троица, мы же знаем, да? Бог отец, Бог сын и Бог Дух Святой. Это неразделимый Бог, один единый Бог. И его разделить никак нельзя. Нельзя отделить отца от сына, сына от отца, духа от сына или духа от отца. Но тем не менее, смотрите, как интересно. На протяжении всей Библии все-таки Бог представляется нам как отец. И, кстати, Иисус подтверждает это же своими словами. Он говорит, я ничего не делаю, не видя отца творящего. Он не говорит мать. Отца творящего. И несмотря на то, что у него все-таки был земной отец, по всем законам, как бы он был сыном Иосифа. Юридически. А фактически? Он сын Божий. Но с другой стороны, он сын и человеческий. Потому что он рожден был от земли женщины Марии. И вот, что интересно. Что Иисус, когда рассказывает Никодиму о каких-то правилах поведения в Божьем Царстве, Он говорит ему, что нужно все-таки родиться от Духа Святого. Получается, что Дух Святой способен что-то родить. Так или нет? Иисус сказал, он не мог ошибиться. То есть получается, что все-таки Божья семья, она состоит из мужского и женского начала. И это очень важно понимать. Но почему мы меньше обращаем внимание на женское и больше обращаем внимание на мужское в Библии? Оказывается, я вот как бы пытался это дело выяснить уже очень давно. Даже когда-то у меня там была такая мысль на одном из мужских служений. Я три часа об этом рассказывал. Три часа об этом рассказывал. Потому что у меня реально было там откровений целой кучей. Я не буду три часа сегодня с вами говорить на это дело. Мы закончим быстрее. За два с половиной уложимся. Но изначально, как я уже сказал, Бог представлен нам как сущность мужского рода. Давайте с вами откроем. Сегодня будет пробовать об одном единственном месте писания. Вам не надо будет листать Библию. То есть если она у вас бумажная, открывайте. Если нет, то не открывайте. Открывайте тогда обычную. Это пятая глава Евангелия от Иоанна с 17 стиха. Я прочитаю тот отрывок, вокруг которого мы сегодня будем с вами говорить. А потом дальше мы его разделим в несколько частей. Я напомню суть происходящего. В Иерусалиме была купальня, где 38 лет пролежал человек, который Иисусу рассказывал, почему он до сих пор не исцелился. Вот такое у него хобби. Рассказывать всем, почему он до сих пор не исцелился. И Иисус ему сказал, возьми постель свою и иди. Помните, да? Он, недолго думая, взял постель свою и пошел. А дело было в субботу. И иудейским религиозным властям это не понравилось. Они начали его преследовать. Этого человека и выяснили, кто такой. И он им сказал, тот, кто сказал, стань и иди, возьми постель свою и иди. Он сделал это в субботу. И вот начали спрашивать Иисуса, почему он вообще это делает. Из 17 стиха Иисус же говорил им. Отец мой доныне делает, и я делаю. То есть, у Бога нет разделения между тем, когда любить своих детей. В субботу или в будний день. Он говорил, Бог доныне, отец мой доныне делает, и я делаю. Но они же не понимали, в каком отцеле трещь. Они-то думали, что трещь идет про Иосифа. Но дальше написано. И еще более искали убить его иудея за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богом. Вокруг этого начинает все как бы и закручиваться. Вся история дальнейшего, вместо которого мы будем читать. Итак, на это Иисус сказал. Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не видит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит так же. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше из них, что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Истинно, истинно говорю вам, слушающие слово мое и верующие в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти к жизни. Истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз сына Божьего и услышат оживу. Ну и так далее. Вот там написано еще один стих. Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе. Почему здесь Иисус очень сильно, чаще чем в любом другом месте, говорит о отцовстве и сыновстве? Почему он постоянно упоминает отца и говорит о себе как о сыне? Хотя дальше он говорит, что все это было перед ним, потому что он не сын человеческий. Казалось бы, как этот сын человеческий может оживлять, как он может творить чудеса? Ведь написано же здесь, что он сын человеческий этим занимается. И вот какая мысль пришла в голову, как я уже говорил, мысли к нам приходят сверху, да? Написано все доброе от Отца Света, от Отца Света, то есть от Бога. Вот какая мысль пришла в голову. Отцовская любовь и вообще отцовские взаимоотношения с сыном, они отличаются резко от материнских. Согласны? Почему я сегодня решил, кстати, говорить об этом, забыл сказать в самом начале. Сегодня Международный День Отца. Поэтому всех отцов настоящих и будущих тоже поздравляю с этим знаменательным днем, ибо все прогрессивное человечество сегодня его отмечает, включая нас. Если это Международный День Отца, то значит мы можем сегодня поговорить и о нашем Небесном Отце, потому что Бог как бы всем Своим Словом хочет показать, каким должен быть настоящий Отец. Но, с другой стороны, глядя на то, что написано в Слове Божьем, мы понимаем, что такими мы стать отцами не можем. Но не получится у нас, потому что мы несовершенны, хотя Бог нас к этому призывает. Иисус говорит нам, будьте совершенны, как и Отец ваш совершен. Но Он же не говорит, пока не будете, не будете отцами. Нет. Мы учимся. И Писание не говорит, что Бог уподобил нас, ну, живущих здесь, на земле. Понятно, что те, как Адама и Неву, которые жили в район, уподобил себе по всем параметрам. Но вот те, которые живут на земле, к сожалению, после того, как была полностью отсечена духовная связь между Богом и человеком, Он уподобил, написано, не себе, а Он уподобил Сыну Своему. Но, с одной стороны, как бы, да, Он, конечно, не уподобил нас себе, но, с другой стороны, тут написано, что все, что есть в Отце, все есть и в Сыне. То есть, скорее всего, мы должны понимать, что, вот как здесь написано, вот, Отец любит Сыны и показывает Ему все, что творит Сам. То есть, Бог хочет, чтобы мы смотрели на Него и делали точно так же, поступали точно так же. Но как Бог мог это показать, когда Он был, как бы, в глазах людей, таким всемогущим, злым стариком, который сидит на небесах, и то там, значит, кто против Моисея что-то скажет, там нужно было их огнем сжечь, то земля их пожрала, то еще, то эта гора с дымом и огнем, непонятно все, да? Как вот можно было показать доброго Отца? И тогда Он является нам воплоти в виде Иисуса Христа, Сын Божий является в виде Иисуса Христа, и говорит, кто видел Меня, тот видел и Отца. Поэтому тот, кто сегодня упомянул про Христовых детей, это не ошибка теологическая. Это нормально. Хотя у Христа не было детей. И Он нас называет братьями и сестрами. Да, Он наш учитель и спаситель, но Он называет нас братьями и сестрами. Потому что Он говорит, я иду в дом Отца приготовить вам обители. Рабам обители не готовят. И у Бога нет внуков, у Него Бога все дети. Соответственно, мы Иисусу Христу братья и сестры. Так вот, почему Отец? У Отца другая любовь. У Отца другое отношение к детям. И это очень сложно, на самом деле, быть хорошим Отцом. Ну, то есть как Папой. Отцом-то каждый может стать, что там, дело не хитрое. А вот Папой стать, это уже проблема. Потому что Папа, это совсем другой титул. Отцом можно назвать кого угодно. Я прожил всю жизнь без Отца, но Он у меня есть. Физически Он существует. Он где-то здесь живет, недалеко от города Решен-Ницин, но я его никогда не видел. Но Он есть. Но Он Отец, Он не Папа. Я могу прийти к Нему искать Папа, потому что у меня нет к Нему таких чувств. Потому что нужно заслужить этот титул. И у меня, вы знаете, да, еще до моего умирования, 20 лет назад, так получилось, что моя прежняя семья распалась, и осталось двое детей, которые остались с ней там. И для меня, то, что мой сын меня называет Папой, это много значит. Когда он мне пишет, Папа, привет, Папа, я тебя люблю, это очень много значит. Потому что этот титул, он должен только заслужить, его нельзя сказать так, называй меня Папой. Так не бывает. Не бывает. Этот титул нужно заслужить. И Бог Отец постоянно пытается показать нам вот эту вот любовь свою, которая отличается от любви другой, от любви человеческой, от любви материнской. И Он все-таки хочет на протяжении всего Писания, так или иначе, чтобы мы пришли к Нему и сказали Ему Папа. Ну, вы знаете, на чем я себя поймал, может быть, недавно совсем, как недавно, пару лет назад? Я поймал себя на том, что я не могу Ему сказать Папа. Не могу. Не вылезает из меня это слово. Я приучал себя говорить Папу. И то, в последнее время, чаще, а тогда было тяжело. Потому что этот титул, который заслуживают, это другие отношения. Когда человек называет кого-то Папой, это другие отношения. Это отношения гораздо более близкие, чем просто кто-то, кого называют сыном, и кто-то, кого называют отцом. Почему? Почему вот такая разница? Почему мамой просто назвать, а вот папой тяжело? Потому что мы не в состоянии явить ту любовь отцовскую, мы мужчины, которую являет Бог. Мы только можем учиться этому. Каждый раз, заново. И каждый раз дьявол будет этому мешать. Как он помешал в Эдемском саду, когда начал сеять сила сомнения в Божьих детей. Как он это помешал евреям в пустыне, как он нам в этом помешал в Фоме, который сказал, пока не увижу, не поверю. Ну и тогда. Мы можем только учиться. И когда мы смотрим на Бога, что же он делает? Какие же такие взаимоотношения, что все-таки нам хочется называть его папой? Независимо от того, есть ли у нас физический отец, нет физического отца. Мы хотим его называть папой, почему не получается? Оказывается, причина не в нем, причина у нас. Мы не привыкли к тому, что нас отцы любят. А те, кто привыкли к тому, что нас отцы любят. У них нет проблем сказать папа. То есть проблема в нас. Мы не готовы иногда принять папу руководителя, который говорит, вот это будет так, а это будет так. Туда мы пойдем, а сюда мы не пойдем. Мы не привыкли, мы хотим иметь свое мнение. Но он все равно руководитель, и он очень терпеливо все равно нас туда ведет. Я помню свои первые разговоры с Богом, когда я просто определял ему претензии. А кому мне еще предъявлять претензии? Я 40 лет прожил, я не знал, кто такой отец вообще. Я был отцом двоим детям, но не знал, кто такой отец для меня. Не знал, как быть вообще отцом, каким он должен быть, каким я должен быть, что я должен делать, что я должен говорить, как я должен себя вести. Я был в претензии к нему, но он очень терпеливо вел меня туда, куда ему нужно было вести. И мы должны принять в нем руководителя, который отвечает за нас. Руководитель, он не только руками водит. Он отвечает за тех, кто ему верен. Это пастух. Пастух тоже руководитель. Отец, он учит и наставляет, и мы не всегда готовы принять учение и наставление. Мы иногда готовы послушать кого-то другого. Знаете, Иисус говорил, что нет пророка в своем отечестве. Нет. Почему? Потому что пророк говорит слова, которые говорит Бог, Отец. Он хочет нас научить, наставить на путь истинный. Он хочет показать нам, где находится эта истина. Он хочет саму истину показать. Но мы не готовы. У нас своя истина. У нас своя правда. И когда нам Отец говорит, смотри, нет, правда находится вот здесь. Мы уже вырабатываем в нём какое-то сопротивление. Своё собственное внутреннее. То есть проблема не в нём, проблема в нас. И мы уже как бы, сказать ему, папа, уже как-то вот, не лезет это слово папа наружу. Он наказывает. Папа наказывает. Потому что Писание говорит, кого люблю, того наказываю. Всякого сына и дочери. А кого не люблю, тот не родной сын вообще. Ну какая нам разница, вот скажите, те из вас, кто родители, ну какая вам разница, как воспитываются соседние дети? Это ваша ответственность. Нет. А у Бога все дети. И Ему есть разница, как мы воспитываемся. В Писании написано, что все наши дети будут, это в Писании написано, все наши дети будут воспитаны, наставлены Богом написано. Он наставляет. Наставляет это, когда Он садится и рассказывает нам то, что является на самом деле истиной. Но не все мы готовы услышать эту истину. Она очень часто становится нам костью в горле, потому что она совсем не совпадает с нашим поведением. Проблема в нас, да, в нас. Почему? Потому что мы плохие? Нет, мы хорошие, мы все одинаковые. Проблема в том, что мы... Все разные. Ну, с какой стороны посмотреть? Но мы все одинаковые. Просто этот мир повлиял на нас по-разному. Кто-то в мир ушел, кто-то с ним согласился, кто-то ему сопротивляется. Но мы все одинаковые. Одинаковые мы в том, что мы без Иисуса ничего не можем. Просто ничего не можем. Мы можем долго сопротивляться, брыкаться. Мы без Иисуса ничего не можем сделать. Потому что этот мир сильнее нас. Он сильнее нас настолько, что мы вообще для него не преграды. Он нас не видит. Мы для него прозрачны. И только тот, кто в нас сильнее того, кто в мире. Иисус сказал, без меня не можете делать ничего. И это то, что Бог пытается нам показать каждый раз в наставлении. Без меня не можете делать ничего. Но мы же не можем с этим справиться. Мы еще духовные подростки. Каждый из нас. Мы все еще пытаемся сопротивляться. Мы пытаемся делать так, как нам хочется. Но в этом и заключается та любовь, которую проявляет совершенный отец. В отличие от нас, отцов несовершенных. Совершенный отец стоит и ждет. Он говорит, хорошо, я подожду. Я подожду. Я подожду, пока ты насладишься своей свободой. Я подожду, когда ты поймешь, что твоя свобода есть на самом деле рабство. Заходи потом. Я здесь. Я там же, где ты меня оставил. Мама так не может? Мама будет с нами везде. Поэтому Дух Святой, как женщина, Он с нами везде. Он с нами везде. Он нас обличает, Он наставляет, Он утешает. Это мама. Это мама. Она по-другому не может. Она постоянно, даже если на расстоянии, она все время хочет, чтобы быть в курсе, особенно еврейская мама. Говорит, Семочка, я тебе положила шарфик, не забывай, что его нельзя снимать. Говорит, мама, я служу на подводной лодке. Говорит, ну и что, если кто-нибудь откроет окно? Это еврейская мама. Поэтому Дух Святой есть в каждом из нас. Он возле нас. Он постоянно нас окружает. Бог хочет, чтобы нас окружала вот эта другая любовь. Женская любовь. Но Он любит по-своему. Он любит совсем по-другому. Он исправляет ошибки своих детей. Настоящий любящий отец исправляет ошибки своих детей. Он идет за ним просто и исправляет ошибки. Ох, как нам это не хватает. Хочется иногда не исправлять ошибки. Я хожу за своим подростком, убираю, потом мне надоедать, я начинаю на него наезжать. Почему-то тут не убрал, там не убрал. Бог так со мной не делает. Он на меня не наезжает. Он просто ходит и убирает. Почему я это не могу сделать? Непонятно. Но надо учиться. Вот Бог мне никогда ни претензий не предъявляет, кто это сделал. Кто тут наделал. Он так не скакит. Он пойдет просто и исправит. Он потом скажет, смотри, вот помнишь, ты вот тут оставь, вот там оставь. Больше так не делай. А мы взрыв, физические отцы пытаемся людей, детей поправить. Отец в принципе не дает права на ошибку. Знаете почему? Потому что он уже все написал вот здесь, в этой книге. Но что происходит, если мы ошиблись? Вот с нашим физическим отцом, если мы ошиблись, вот представьте себе, наказан. Или начинают назидать, садись, я тебе сейчас все расскажу. А Бог Отец так не делает. Он не дает права на ошибку. У нас нет права на ошибку. Здесь все написано. Но вы знаете, он говорит, но ты все равно ошибешься. Где это написано? Это написано еще в второзаконии. Он 40 лет водил их по пустыне. 40 лет они говорили на асэва нишма, да, послушаем все, что ты скажешь и сделай. На асэва нишма. А потом он говорит, пройдет время и они отвернутся от меня и пойдут блудить вслед других богов. Вот он мог на этом в принципе сказать, ну и оставайтесь в своей пустыне. Нет. Он сказал, я вам все дал. У вас нет права на ошибку, но вы все равно будете ошибаться. Я это все исправил. Он покрывает эти ошибки. Он покрывает их своей безграничной любовью. Вот мы должны учиться покрывать ошибки своих детей безграничной любовью. Этого нам так не хватает всем причем. Потому что, ну представьте себе, если было так классно, что все подростки вот так вот всяли бы дружненько, ходили бы в церковь, служили бы Господу, прославляли бы его дома, слушали бы только Хилсон, там скажем, ну и зависит от того, чего вас в церкви слушали там. Для этого нужен пастор такой, за которым пойдут подростки. Как вариант. Но все ли пойдут? Многие. Убиваются. Все нет? Многие. Многие, но все нет. А что делать с ними, кто не пойдет? Это жизнь. И вот представьте себе, пройдет время, а они все равно придут. Писание же говорит, все наши сыновья будут научены наставленным Господу, правильно? Будет великий мир среди ваших сыновей. То есть они придут в конце концов. Вот когда он приходит к Богу, он говорит, входи в радость Господина своего. Дает халат, перстень власти, туфли. Еще даже не помылось. И не помылось толком. Дорога-то длинная была. Но сразу халат, там в первую очередь кушать. Вот нам, земным отцам, нужно научиться, неважно, что произошло с ребенком, принять его в любом виде. Это очень важно. И этому стоит учиться в голове. Покрывать эти ошибки. Много будут делать ошибки. На иврите подросток это наар. Наар от слова мотает. Не от слова река, а от слова мотает. Он мотает. Лучше пусть помотает его в детстве, чем будет мотаться потом. Отец дает власть. Отец дает власть. И дети иногда эту власть неправильно используют. Вот наши дети, физические дети, они очень неправильно ее используют. Они накосячат где-нибудь, а потом бегут к папе. Папа, помогай. Папа, исправляй. Папа, защити. Потому что они это делали, имея власть, и не знали, кто за ними стоит. Но они не умели этой властью пользоваться. Но власть-то была. По факту у нас тоже с вами есть власть. Не над людьми, а над духовным миром. Но мы не умеем ей пользоваться, и на такие вещи вытворяем. Лучше бы не вытворяли, конечно. Но Отец Небесный, давая нам власть, он все-таки этой властью руководил, так или иначе. Ну, представьте себе, ребенок, у которого сейчас есть возможность идти, а он еще не умеет, а он хочет. Видели предпоследование такое, когда ребенка одевают в туфли папе, и он, папа идет, и ребенок с ним вместе едет. Вот точно так же мы должны ходить с нашим Богом. Он дает нам власть, но он дает и возможность удерживаться немножко в стороне. То же самое должны делать со своими детьми. Они имеют власть, но нужно объяснить, как им по-каке пользоваться. Иногда дети, имея власть, не пользуются своей властью. Тогда им садится на шею весь мир. И нужно вмешаться. Бог это делает. Но почему-то в данном случае мы идем кто тут против моего сцена в гости? Сейчас я вас... Так же Бог не приходит никогда. Он так не приходит. Он приходит совсем по-другому. Он приходит тихо, мирно, не угрожая. Потому что человек, который знает насколько он силен, ему не надо угрожать. Ему не надо показывать свои мускулы. Он знает, кто он такой. Ему не надо никому ничего доказывать. Мы иногда очень часто доказываем, мы доказываем своим детям свою власть. Был недавно разговор у меня с одним братом верующим. Он говорит, у меня нету власти над моим сыном. Я говорю, а откуда ты взял, что она у тебя есть над твоим сыном? я так тоже думал, что у меня есть. Просто Бог показал, что нет никакой власти у меня на сыну. У меня есть власть над его духовным миром, а над ним самим у меня власти нет. у меня боится на каком-то этапе, но в конце конца он перестанет меня боиться, когда он станет сильнее меня. Значит, это уже не власть. Когда народ не боится попереть против власти, это уже не власть. То же самое в семье. Зачем угрожать? Зачем играть мускулами? У нас есть власть духовная, где в Писании не написано, что у нас есть власть физическая над своими людьми. Где написано? А у Бога есть и духовный и физический власть над нами. Применяет ли он физическую власть по отношению к нам? Никогда. Духовную, да. У нас есть обличитель, Дух Святой, который приходит и начинает крутить дырку в нашей совести. А совесть обличает нас. Писание говорит, что если совесть обличает нас, или сердце, не как переводят, то корни бачи Бог, потому что Бог больше, чем совесть, или больше, чем сердце. То есть у нас есть духовная власть, которой мы должны пользоваться, а не физическая. Это к вопросу. Я, например, против физических наказаний детей. Я считаю, что это неправильно. Хотя Писание говорит, что Росму нельзя жалеть. Я считаю. А как же насчет того, что все Писание богодухновенно? Никто не отрицает. С каждым словом мы должны согласиться. Мы соглашаемся, но живем в нам, он зависит. Я согласен и не согласен, но я считаю, что иметь духовную власть гораздо более эффективно, чем физическую. Потому что все, что происходит в физическом мире, сначала происходит в духовном, а потом в физическом. И все, что написано связано на небесах, будет связано на земле. У нас духовная связь с небесами, непроводная. у нас вай-фай или блютуз, у кого-то что. Такое, все, что связано там, будет связано с ним. У нас есть духовная власть. Написано, что если мы придем к Богу в согласии, вот семья собирается, муж с женой, папа с мамой подберем, собираются, вот мы молимся каждое утро за детей. За вас, за детей, за семью, за церковь, за правительство, за власть, за начальство. Потому что мы верим, мы стоим на этом, мы не верим, мы стоим на этом. Пописание говорит, что если двое согласятся в молитве, то все, что не попросим, дано будет. Теперь, все ли, что мы просим, нам дано? Нет. Почему? Потому что все, что нам не дано, не по Писанию. А все, что дано, по Писанию. Потому что Бог говорит, что ни одно Его Слово не упадет на землю тщетно и не вернется к нему тщетно, как капли дождя. Но все, что мы просим, он нам дает. Не то, что дает. Писание вообще говорит в прошедшем времени. Дал. Оно все есть. Мы просто в молитве получаем ответ, где это взять. Или как этим пользоваться. Потому что мы верим в это. Это духовная власть наша над детьми. У нас другой власти над ними уже нет. Ну, когда они были маленькие, можно было там пригрозить, сказать, на улицу не пойдешь. Сейчас скажут, а сейчас. И пойдет. Но когда есть духовная власть, начинают по-другому разговаривать. Они сами, не мы. Начинают по-другому разговаривать. Почему? Потому что, когда это извне, когда это от Бога, это работает по-другому. Это то, чему пытается нас научить Бог. Он совершенный отец. Нас, отцов, несовершенных. Сегодня приняться в частности. Еще одна очень важная черта отца, которую я не говорю сейчас, правда, здесь находящихся, и даже не говорю про себя. Я говорю про людей, с которыми я дообщался, и мы очень много с ними работали на эту тему. Бог-Отец готов простить даже самое мерзкое, ни к чему не годное, просто даже не заслуживающее внимания предательство. Простить и забыть. Бог на крестье всех простит. Да. Вот представляете? Он готов простить все. Мы, люди, к сожалению, не всегда можем сделать. Были у меня разговоры на инкаунтерах, да и просто так, с людьми, которые, с родителями, которые не могли простить своих детей. За разные вещи. Я не скажу, что это пустяковые вещи. Нет, далеко не пустяковые вещи. Но не могли простить своих детей. Дети их уже давно простили, а они не могут простить своих детей. Я говорю, объясняю человеку, смотри, ты не можешь быть отцом, если ты не прощаешь. Потому что это не по-божески. Бог простил всех. Да он и раньше прощал, и до Иисуса он прощал. Просто это было по-другому выражено. А сейчас он простил просто всех в кредит. Что называется? В кредит. Прощай все. И то, что ты делал, и то, что ты делаешь, и то, что ты будешь делать. За каждый гвоздь, за каждый удар плеткой, за все простили. Это то, чему он и случится. Как отцов. Вот эта книга, в ней все написано. Там написано не только, что нужно делать, но и как нужно делать. Как прощать. Почему прощать. Не боюсь этого рассказывать, потому что как бы в этом нет ничего такого. С утра сегодня с Давидом поругались из-за пустяка. Причем были оба в нехорошем настроении. Вот опять же, у Бога бывает нехорошее настроение? Конечно, да. Конечно, да. Тут написано каждые две страницы разгневался Бог, разгневался Бог, разгневался Бог. Иисус гневался на своих учениках. Конечно, бывает. Но делает ли Бог во гневе что-нибудь? Писание говорит, как Давид говорит, не во гневе своем суди меня. Не наказывай меня. Не во гневе. Потому что в огне он просто а Моисей в проломе сказал, если их пойдешь убивать, то в первую очередь меня. Все. Бывает, что в гневе это. Но вы знаете, никогда Бог не принимал опрометчивых решений. Никогда. У него всегда все было четко и распланировано. Вот мы оба были в плохом настроении и поругались. Сильно? Нет, не сильно. Просто. Он просто обычно поругался. Через пять минут можете сидеть и разговаривать. Потому что я не хочу это держать. Мне это не надо. Он повзрослел, слава Богу, ему тоже уже это не надо. Все. Пять минут и мы с ним разговариваем. Бывают такие случаи. Бывают. Вы знаете, я знаю такие случаи, когда они прощают. А вот он то, а вот он это. Я же не говорю там про пустяк. Я уже помню про что вообще там не речь. И Бог готов простить своим сыновьям самое мерзкое предательство. Смотрите. Ладно, когда все ученики убежали от Иисуса еще в герсиманском сабы. Ну, убежали. Он знал, что они убегут. Но когда стоял, это же на человеческом уровне тяжело принять. Представьте, если там стоял человека, а не Бог. Он говорит ему, я с тобой, я, вот Петр говорит, пойду с тобой, все. Тут говорит, Иисус говорит, нет, ты еще три раза петух не проповешь, ты уже три раза от меня тречешься. Петр говорит, я? Да в жизни никогда. Он отрекается трижды, пробил петух, и Петр на своем человеческом языке душевном понимает, что все закончилось. Написано, он прибежал в горницу и горько плакал. У него было безвыходное положение. Но проходит время, он встречается с Иисусом на берегу и в советском озере. И тот ему говорит, садись, покуши, вот рыбу открыт. Мерешь ли ты мне? Он не говорил, я тебя люблю, но смотри, вот ты тут накосячил, тут накосячил, тут накосячил, тут. Он спрашивает, просто любишь ли ты меня? Все еще любишь ли? Он говорит, конечно люблю. Хорошо. Паси, моих овец. Любишь ли ты меня? Тот такой, что ли, реально, что ли? я же сказал только что. Хорошо. Паси, моих овец. Любишь ли ты меня? Ну, что, как же можно? Ну, сказал же, что да. Хорошо. Паси, моих овец. На этом допрос закончился. три предательства, три предательства, было прощение. Представляете, а человек бы не простил. После того, как Петр отрекся от него, Иисус перенес такие нечеловеческие страдания, за которые бы человек не простил. И это были плотские страдания. Помните, плотские, это плод страдал, когда страдает душа. Когда человека предают. Когда у него вот здесь вот дырень такая здоровенная, что заполнить ее никто не может. И человек говорит, нет, этого я не прощу никогда. Бывают и такие случаи. середина славы у них два. И это то, чему Бог нас учит. Бог ждет своих сыновей. Он ждет долго. Сорок лет он ждал, когда евреи наконец-то думаются. Он две тысячи лет уже ждет, когда не только евреи, все остальные думаются. Он ждет. Он знает, куда они ушли. И знает, откуда они придут. И как только завидит, прямо вот на горизонте как возвращаются, побежит навстречу. Хотя, они возвращаются только покушать. Ну реально, блудный сын возвращался просто поесть. Он там был голодный. А отец уже его уйдет. Все остальное с блудным сыном произошло в процессе. Мы не читаем об этом в Библии, но я как бы догадываюсь. Это мое мнение такое. С ним произошло все в процессе. Он в процессе покаялся, в процессе там себе простил, там думал, простил ли его отец. Но он ушел, а потом вернулся. И отец об этом говорит своему старшему сыну. Тот говорит, ушел и вернулся. Умер, а сейчас ожил. То есть, в какой-то момент, когда нас с Богом не было, мы были мертвы. А сейчас мы ожили. А для нас Бог был мертв, пока мы к нему не пришли. Фильм смотрели «Бог не умер»? Смотрели? Бог не умер. Не смотрели? Посмотрите. Потрясающий фильм, потому что для того, кто главным героем является этого фильма, учитель там один, для него Бог мертв. Потому что он его не знает. Вот представьте себе, блудный сын ушел и сказал, я тебя не знаю. И ушел. Можно такое? Такой человек может простить своему сыну? Ну, только очень развитый человек. Мать может. Мать может. Отец нет. И отец нет. Опять же, не все. Но есть те, которые не могут. И это тяжело. А Бог прощает. Бог прощает. И самое главное. То, на что не способны люди. Пока. Но уподобляясь Иисусу Христу, мы будем на это способны. Писание говорит, что когда мы приходим к Богу и раскаиваемся, Он, как любящий нас Отец, берет наши грехи, забрасывает их за спину и самое главное, ключевой момент и не упоминает нам их больше. Мы сами себе их упоминаем. А Он нам больше не упоминает. Что это значит? Значит, Он нам забыл грехи? Нет, конечно. Грех, он крето, как пятно, но не отстирывается. Но Он не обращает на него, для него его не существует. Это вот ведь нам не существует. Он его не видит. О чем речь? То есть, Он его не упоминает не потому, что он не хочет положить куда-то. Он понимает, что все, мы прощены и ее дальше. Почему мы прощены? Потому, что Он решает, прощать или не прощать. Смывать грех, не смывать грех. Он решает. Если Он решил его смыть, как он может его сейчас опять упомянуть? Если я простил человека, как я могу сейчас упоминать те же самые грехи? Ну понятно, как человек я могу. Но Бог не может. И Бог хочет, чтобы мы, как родители, как отцы, я говорю сейчас социально, прощали своих детей, несмотря ни на что, и не вспоминали им это больше. Это очень важный момент, потому, что большинство людей, они говорят, я тебя прощаю, и всегда добавляют одно слово, которое перечеркивает слово прощаю напрочь. Это слово но. я тебя прощаю, но. Вот как только мы сказали но, мы не простим. Мы должны сказать, я тебя прощаю, точка. И на этом его грех по отношению к нам перестает существовать. И мы не можем больше его замечать, мы не можем больше о нем говорить, потому, что мы его простили. Как бы нам внутри вот это вот прямо вы что думаете, Богу вот здесь не свербело то, что все согрешили. Там написано в Писании даже, что он просто раскаялся в том, что создал человеческий род. Раскаялся. Вот представьте, как ему было вот здесь вот плохо. Но он берет и заключает сновь завет. больше больше будет. Больше не будет. И у нас тоже иногда бывает здесь прямо грызет не могу прям вот никогда не прощу. А надо. Потому что Писание говорит, что если мы не прощаем, то и Бог не простит. Если мы прощаем, то и Бог простит. Написано, какой мерой мы меряем, такой нам отмерено будет. теперь если мы хотим быть совершенными родителями, совершенными отцами для своих детей, не важно кто это, дочь или сын, на сыновей здесь гораздо больше внимания конечно обращает Бог, чем на детей. Потому что написано, тут же написано вот ответ. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. И покажет еще диван больше всех. Так что вы удивитесь. отец все показывает кому сыну. Мы не можем удерживать власть у себя и говорить ну этому я его научу, чтобы знаете был еще один мужик в доме, а этому нет, не научу, чтобы власть не захватила. Написано все отдал своему сыну. Вот это настоящее отцов свое все отдал своему сыну. Бог этому учит, мы должны это усиливить. Мы не можем стать такими как Бог. К сожалению. Потому что даже сам Бог говорит, что Он уподобил нас как я уже говорил Иисусу Христу Сыну Своему. Оправдал, прославил, призвал. Но если мы читаем внимательно Евангелие от Иоанна, то здесь написано, что ничего Иисус не делает не видя Отца Творящего. И если Он пришел в образе человека и показывает нам как мы должны себя вести, то точно так же ведет себя и наш Небесный Отец. И мы должны стараться вести себя именно так. Для того, чтобы действительно быть, как Иисус говорит, совершенными, как и Отец наш совершен. Аминь. Давайте помолимся за отцов настоящих, будущих, которые просто обязаны стараться всеми силами делать так, как поступает Бог. Понятно, что будут ошибки тут и там, но наш Отец нам простит. Если мы будем это все делать правильно. Когда я слышу «Будем стараться», передо мной сразу стоит образ двоечника. Я учил, я старался. Да, но это как бы, я не хочу тебя обидеть, но это синдром перфекциониста. Синдром перфекциониста говорит так, все должно быть параллельно и перпендикулярно, как в знаменитом фильме, а все, что не параллельно и не перпендикулярно, то валяется. Как бы, понимаете, в мире все было сначала безвидно и пусто. А потом пришел Бог, потом пришел Бог и сделал порядок. Чей порядок? Свой порядок. Не наш порядок, а свой порядок. В Писании он говорит сначала, все, что я вам заповедал, смотрите, Бог, как бы, он не ошибается в данном случае. Он хочет верить, то, что мы такие классные, как он нас задумал. И он говорит, вы будете делать все, что я заповедую вам. Это в начале книги Исход написано. А в конце книги Второзакония уже говорится, если вы будете стараться выполнять все, что я вам говорю, то придут на вас благословения. 28 глава Второзакония. Но если не будете делать, придут проклятия. То есть он говорит, старайтесь. Что значит стараться? В русском языке может быть это как-то неправильно звучит, но на иврите это звучит слово как Лиштадель. Лиштадель переводится в буквальном смысле делать все от меня зависящее. Ну вкладываться. Делать все от меня зависящее. Поэтому если мы будем стараться сделать все от нас зависящее, чтобы уподобиться поведению такому, какой от нас хочет Бог, то поверьте мне, в нашей жизни будет бывает. Представьте себе, у вас внуки. У меня пока нет, а у вас есть. И вот представьте себе, что ваши дети, вернее, ваши внуки просто вау, от своих пап просто тащатся. И заглёг про папу рассказывать. Ты же будешь это бользом на сердце. Это же моя школа. Вот точно так же, если наши дети будут о нас, как об отцах своих рассказывать, так же приятно будет нашему небесному отцу. Потому что его школа. К этому мы должны стремиться и к этому мы должны делать все от нас завися человеку. И тогда будет благодать. Давайте помолимся за отцов. За всех отцов. Аминь. отцов. Отцов. Отцов.